Сюжет из серии, который специально для нашей программы регулярно делает наш культурный обозреватель Игорь Боленский. Оказывается, великому пианисту Святославу Рихтеру в Грузии было очень хорошо. Тому даже есть свидетель. Святослав Рихтер. Имя этого великого музыканта известно всему миру. Сразу представляется одухотворенное лицо человека во фраке, который сидит за роялем. Но таким Рихтер бывал, конечно же, не всегда, ведь в первую очередь он был просто живым человеком. Таким его помнит Тбилисская улица Киачели. Здесь жила Елена Ахвледиани, талантливая грузинская художница, с которой Рихтер был дружен. Когда он приходил к ней, то они пили чай, а потом Рихтер брал фотоаппарат, и вместе с Еленой они отправлялись гулять под Тбилиси. Ну а по вечерам, конечно же, бывали концерты. Ахвледиани звонила знакомым и приглашала их послушать Рихтера. Как-то она позвонила жене скульптора Тенгиза Гвиниашвили, кстати, автора этого замечательного памятника, художницы, и сказала, бери своего дурака и приходи ко мне, у меня сегодня Рихтер играет. Почему дурака удивилась женщина? Потому что партийный. Ну это, конечно, была шутка. Вообще в доме Елена Ахвледиани было очень весело, время летело незаметно, и Рихтер обожал бывать в доме на Киачеле. Мне о Святославе Рихтере рассказала его, пожалуй, самая близкая подруга, Вера Ивановна Прохорова, ВИПа, как он ее называл. Они познакомились в 1937 году, когда все у них еще было впереди. У Рихтера мировая слава и высокая плата за нее, а у Веры Ивановны трепетная дружба с музыкантом, годы лагерей и освобождения во многом благодаря заступничеству Рихтера. И едва ли не ежедневные встречи со Светиком. Именно так она называла своего друга. Мне посчастливилось записать воспоминания Веры Прохоровой. Они легли в основу книги «Четыре друга на фоне столетия». Книга увидела свет в мае этого года, речь в ней идет о Рихтере и его друзьях, Пастернаке, Нагибине, Фальке, как принято считать, не рейтинговых для сегодняшнего дня именах. Но вот уже второй месяц «Четыре друга на фоне столетия» в списке бестселлеров. Наверняка это происходит из-за того, что в рассказах Прохоровой предстают не гении, а живые люди. Такими, какими они были на самом деле, а не на парадных портретах и в кадрах официальной кинохроники. Дорогого стоит воспоминание о том, как Рихтер приехал в Тбилиси, остановился вот здесь, в гостинице Тбилиси, на проспекте Руставеля, оставил вещи в номере и тут же отправился бродить по городу. Когда он вернулся в гостиницу, постучал в номер и понял, что дверь закрыта, войти не может. Тогда что сделал Рихтер? Он зашел к соседу и попросил его разрешения выйти из его номера и по карнизу зайти в свой. Потом Вера Ивановна спросила, слушай, Светик, неужели тебе было не страшно? Все-таки на пятом этаже дело происходило. Нисколько, ответил Рихтер. Страшно было соседу-флейтисту. Оказывается, он привел в номер какую-то женщину и когда увидел в оконном проеме фигуру Рихтера, то испугался. И в этом весь Рихтер. Он, безусловно, был гениальным музыкантом, но для Веры Прохоровой, или как он называл ее, Випой, он был просто Светиком, близким-близким другом. Она рассказывает о нем удивительные вещи. Главной трагедией жизни Рихтера было предательство матери. Он боготворил Анну Павловну и всю войну ждал от нее известий. И здесь, в Тбилиси, в 1945 году, ему сказали, что мать предала его. Так получилось, что отца Рихтера расстреляли, и Анна Павловна стала жить совсем другим человеком. Мало того, когда фашисты готовились оставить Одессу, Анна Павловна вместе с любовником ушла из города. Судьбу человека можно доверить страницам книги, но в телевизионном сюжете обо всем не расскажешь. О том, каким Рихтер был на самом деле, знала лишь Вера Прохорова. Он сам. И, наверное, эти Тбилисские улицы, бродя по которым, Рихтер был не великим, гениальным и неповторимым, а просто очарованным красотой и дружбой человеком. Игорь Аболенский. Специально для программы «На пике событий». Специально для программы «На пикеaczyнец» Специально для программу «На пике событий» »